Их друзья мне говорят, что будет отчет сначала 9-го числа, потом говорят, банк задерживает, все будет 18-го. Сегодня у нас уже 19-е число, но отчетов пока нету, и я думаю, что их и не будет. Это интервью с активистом Сергеем Гороховым мы записали в понедельник. В тот же день волонтеры получили от Семеньковых скриншот сообщений Сбербанка, в котором говорилось об отсрочке до 21-го апреля. Однако ни 21-го числа, ни на следующий день отчет так и не опубликован. Мы позвонили Виктории и поинтересовались, когда жители региона смогут его увидеть. Все, что мы дадим, это мы дадим позже. Все это будет в пессе и так далее. Вы можете хотя бы сориентировать примерно, когда это будет? Я никого, ничего ориентировать не буду. Вы единственный человек, повторю, кто мне постоянно назваливает. Я никому никаких комментариев сейчас не даю. В очередной раз Виктория дала понять, конкретики по отчету нет. Добавим, что перед этим мы звонили ей 2-го апреля. Сергей Горохов уверен, Семеньковы собираются уезжать из Калининграда и уже вывезли из области на пароме свой якобы проданный Ниссан Максима. Об этом он рассказал в своем инстаграм. Совершенно случайно. Я увидел наш друг в Балтийске, позвонил, сказал, грузят на паром, грузят на приграничную зону. Сергей также опубликовал запись телефонного разговора с агентом, который подтвердил, что машина ушла, а заказ оформлен на имя Семенькова. Да, машина-то уехала, да. Просто сегодня паром уходил, да, на 10 петра ушел. Ниссан, да? Как сомнилось? Семенков. Семенков. Да, ушла. Если все честно, зачем они уезжают из города? Зачем перевозят свое имущество? Зато Станислав Семеньков на днях выложил у себя на странице пост, где признался в любви Виктории и обратился к волонтерам с предложением, цитата, «засунуть компроматы сами знаете куда». Опять же, этим постом он себя лишний раз выдал, говорит, засуньте свои компроматы. Получается, к людям, к волонтерам, да, кто ему помогал, он говорит, засуньте свои компроматы сами знаете куда. Ну, не уважают совершенно людей, тем более тех, кто ему помогал. Интересно, о каких компроматах идет речь. На одном из местных телеграм-каналов появилось видео. В ролике человек, похожий на Станислава, отдыхает после бурной ночи в номере одного из банных комплексов города. Здорово, что ли, что сольешь? Донор. Чего, раппи? Есть данные, что ролик снят всего через несколько дней после того, как у Дома Советов волонтеры собирали живой хэштег «Милана живи». Мы не утверждаем, что на видео именно Станислав, но решили узнать, где оно было снято. За моей спиной находится банный комплекс, в котором в самый разгар разбора денег для Миланы Семеньковой и отдыхал человек, очень похожий на Станислава Семенькова. А вот комната под номером 6, в которой, судя по всему, снималось видео. Та же кровать, те же тумбочки и красные шторы. Администратор сказала, что работает недавно и не знает, отдыхал ли у них Семеньков. А это фотографии, якобы удаленные с аккаунта Станислава, которые сохраняли и отправляли друг другу волонтеры во время сбора. На одной из них засветился свежий айфон 10, другая опять же сделана в бане. Все это вызывало у активистов вопрос за вопросом. Ирина Гернат, по ее словам, представляла во время сбора один из благотворительных фондов и лично пожертвовала почти 10 тысяч рублей. Она уверяет, был шанс получить Золгин СМА для Миланы бесплатно, приняв участие в лотерее, которую с 2019 года проводит компания-производитель. Это правда. В 2020 году, по данным фонда семьи СМА, в ней выиграли 6 детей из России. Всю информацию Семеньковым предоставили, но подавали ли заявку родители Миланы, так никто и не знает. То из того сбора, который уже есть, можно было приобрести укол с Минразой, сделать сразу же, чтобы уже заранее, это за полгода бы уже остановили течение болезни ребенка и дальше собирать. А что мама сказала, что если мы сейчас делаем укол с Минразой, то сбор будет медленней. За неудобные вопросы и требования вернуть деньги Ирину не только отправили в черный список. Неизвестные люди с фейковых аккаунтов начали писать оскорбительные комментарии и сообщения про ее собственных детей. «Я таких некрасивых детей еще не видела. Соболезную. Надо было сдать в детдом. Как ей с этим жить? Она уродливая». «Часть аккаунтов – это их аккаунты, это точно закрытые, это уже все проверено. Ирина та же знает. В общем, ряд причин мы там уже сами выявили, понимаем, что ряд аккаунтов их». Спинразу Милане все-таки укололи, но только 15 мая 2020 года, когда сбор уже шел к концу. К тому моменту многие волонтеры и жители города окончательно в нем разочаровались. Вернуть их доверие было бы очень легко. Просто предоставить отчет. Владимир Каминский, Артем Кичемасов, Александр Финн. Служба новостей.